День за днём В Десногорске прошёл творческий вечер актёра театра и кино Игоря Золотовицкого 75-летию победы в Великой Отечественной войне с особым трепетом вспоминают события тех лет К трагическим итогам относятся данные о солдатах Красной Армии, которые пропали без вести По разным оценкам это от полутора до четырёх миллионов человек Вернуть их из небытия – задача поисковых отрядов Спасдеменский район Калужской области В августе 1943 года эти места стали ареной для Спасдеменской операции Так было названо наступление советских солдат на фашистского захватчика, который к тому времени уже основательно расположился на Смоленщине Здесь немцы создали мощный опорный узел обороны протяжённостью в несколько километров с оборонительными укреплениями, траншеями И несколько наших дивизий штурмовали несколько дней За 14 дней спецоперации потери Красной Армии составили более 25 тысяч человек Пропали без вести почти 500 бойцов Значительные потери понесла и сторона противника Сегодня, спустя 77 лет, эта земля продолжает хранить свидетелей тех сражений Не все были найдены, не все были подняты То есть количество пропавших без вести бойцов Красной Армии, оно тоже очень велико Очередной вахтой памяти в этих краях стала сентябрьская экспедиция поисковых отрядов «За Родину» и «Весна Победы» За 7 дней совместных поисков была исследована значительная часть территории Что дало результат Из небытия удалось вернуть 15 красноармейцев К сожалению, имена установить не удалось Потому что носитель информации не был обнаружен На этот раз нам не попались ни подписные вещи, ни медальоны Успешно проведенная Спасдеменская операция, в которой погибли поднятые бойцы Стала плацдармом для дальнейших успехов Красной Армии К концу сентября от захватчика был освобожден Смоленск А в октябре – вся Смоленская область Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ 19 сентября в Центре культуры и молодежной политики выступил заслуженный артист Российской Федерации Игорь Золотовицкий В непринужденной обстановке известный актер рассказал десногорцам о себе и своей жизни В рамках празднования 75-летия атомной промышленности программа «Территория культуры Росатома» Снова предоставила возможность горожанам культурно просветиться Но страх перед не отступившей до конца пандемией, видимо, заставил большинство десногорцев остаться дома Недостача зрителей создавала в зале камерную атмосферу Я сейчас ехал по Смоленской земле и своим коллегам, которые меня тут встретили, рассказывал, что она мне, эта земля не чужда, потому что мой папа родился здесь, под Смоленском Кроме того, что Игорь Золотовицкий заслуженный артист Российской Федерации, также он является и ректором школы-студии МХАТ Именитых выпускников метроэстрады сейчас знает вся страна Среди них Анастасия Заворотнюк, Максим Дрозд и Дмитрий Щербина На встрече Игорь Золотовицкий рассказал десногорцам о своем детстве, коллегах-артистах и главных ценностях в жизни Артист с юмором и нежностью вспоминал свое детство и своих родителей Здорово, что актер такого уровня приехал в наш город Очень приятно побывать на его творческом вечере Честно говоря, я давно слежу за его творчеством и рада, рада здесь сегодня оказаться Я слышал об этом актере, знаю, что он снимался во многих фильмах и очень рад, что он сегодня приехал Одна из граней таланта Игоря Золотовицкого – выступление с чтением произведений русской литературы Сердца десногорцев артист покорил стихотворением Давида Самойлова И все, что было зыбко, растрепано и розно, мороз скрипил слюною, как ласточкины гнезда И вот ноябрь на свете, огромный, просветленный, и кажется, что город стоит ненаселенный О, как я поздно понял, зачем я существую Зачем гоняет сердце по жилам кровь живую И что порой напрасно давал страстям улечься И что нельзя беречься И что нельзя беречься Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ А теперь коротко о погоде 22 сентября в Десногорске будет солнечно Днем плюс 19, ночью плюс 10 На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте Десна-Дефис-ТВ.ру А также в наших официальных группах В социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами был Виталий Волков Увидимся Редактор субтитров А.Семкин